Друзья, с вами снова я, Шус, и мы продолжаем катать в Даркут. Да, давденька не было, сколько лет, сколько зим. Извините, брал выходной на Kingdom Come Deliverance, балдел. Но надо Даркут добивать, как говорится, самогонки. Мне нужны все патроны, которые у них есть. Судя по всему, я уже все закупил в прошлый раз. Я не очень хорошо помню, что было в прошлый раз. Так, на этом мы закрываем и уходим, когда от троицы. Так, генератор мы вырубаем. В нем еще достаточно бензина. Сегодня мы будем палить саное дерево, ребят. Да. Настал тот самый прекрасный день, когда мы пойдем и спалим это егучее дерево к херам. Но перед этим нам нужно отремонтировать все, что у нас тут есть. Кстати, я почему-то... У меня в голове отожилось, что я уже это делал. Не знаю почему. Так, ремонтировать топор. Металлы все равно, вагоны. Можно отгружать. Так, доски, таблитосы. Пока можно от всего этого избавиться. Самогоночка, дробовичок. Это все надо в арсенал сложить. Так, дробовичок и двух... Это все в арсенальчик. Пистолет, патроны возьму с собой, блядь. Чем черт не шутит, как и сигнальный факел. Гвоздики. Гвоздички есть у нас в верстаке? Конечно же есть. Я гвоздевой барон, блядь. Так, проход полностью заколачиваем. Готово. И сразу забаррикадировать. Гвоздей не хватит, наверное, да? Не, хватит. Нормас. Готово. Теперь надо накрафтить еще капканов. Достаточно штук. И расставить их кругом. Пойдем сжечь это чертово дерево. Оно явно не внушает никакого доверия. Подожди, сначала нужно забаррикадировать это окно. Еще мне досок и еще мне гвоздей. У меня очень много лесов. Я не знаю, куда их тратить. Поэтому я буду их тратить просто вот так. У меня дохуя денег. Я могу позволить себе очень много. Я сейчас. Капкан сюда, например, могу себе позволить. Тут уже стоит один. Пойду еще с той стороны. Сейчас понаставлю. Тем более они тут как раз пропали. Тут стояло по две штуки. И все равно их умудрились обезвредить каким-то образом. Один сюда воткну. Нет проблем. Один сюда воткну. Готово. Еще есть у меня один. Минус металл. Патроны. Минус гвозди. Минус тряпка. Лампа с собой имеется. Броню я скоростить, к сожалению, не могу. Придется потасканную затаскивать уже окончательно. Все. Отмычки есть. Хилиться есть. Чем нож бросить. Есть. Топор имеется. Пара молотовых, чтобы зажечь дерево. Ну, корни дерева в подвале, как говорит мужик. Все. Пойдем. Снизу еще можно забаррикадировать. Я не знаю, стоит ли. Они не будут. Так. Да. Деревня. Поможем, блядь, деду. Что у вас есть? Что может мне понадобиться? Спички. Давай, бензи, спички. Что я все равно выброшу, блядь. Все-таки, мало ли, может, там все довольно обширно. И двух молотовых мне не хватит. Время пошло. Время пошло. Начался прекрасный денек. Сейчас самое время, блядь, ускориться. С помощью бегуна. Так. Я просто сейчас пытаюсь пробежаться по своей памяти. Что я и почему я. По сути, дед попросил сжечь дерево. И дерево какое-то, блядь, охуенно странное. И много кто говорил мне не сжигай дерево, а много кто говорил наоборот сжечь это егучее дерево. Ага, блядь. Знаете, тут если я возьму, то я кое-что забыл. Я хоть еще винтовку, блядь, забыл на футкейсе поставить. Сейчас бы этой хуйни уже здесь не было. Вместо ножа. Хуйня. Вылазь еще разочек, блядь. Это надо проходить. А здесь у меня открыто. Я сделал себе здесь прекрасный проход или нет? Вот вопрос. Айда, Максим Евгеньевич, блядь. Айда, молодец. Да, откройся. Сим-сим, откройся. Ага. Блядь, есть такой вариант, что здесь я не выйду сейчас. Так, дайте-ка мне посмотреть хотя бы, что вокруг творится. Тут я не прокрадусь никак. Тут уже все закрыто. Ладно, пойдем тогда этого ублюдка мочить. Эй, ублюдок, вылазь. Я готов нахуй. Он решил свалить. Айда, вот он. Ебать. Ай, блядь. Но я имею право на это. Один раз. Капкан с цепью. Мне нужен труп этого ублюдка. Приятного аппетита. Извините. Я случайно прожал. Так, теперь сюда. Здесь не пройти. Я у деда. Я помню, что я у деда где-то калитку себе открыл, блядь. Вот реально я это, сука, у меня запомнил. У меня в голове отложилось, что я со стороны деда себе отпер калитку. Меня обязательно теперь так далеко обходить. Время не вагон. Пойду погуляю. Справа там хуйня какая-то ползает. Чтоб типа не обходить далековато. Это что, икона? Пострадавшая картина. Да, это икона. Ну ладно, пойдем по старым чертежам. Все-таки не зря хоть ничью винтовку я себе взял. Дерево. Подвальный люк войти. По-моему, наверху был. Да, это не точно не тот. Практически, наверное... А нет, тот. Ну и ладно тогда. Вода, войти. Войти в воду. Я нажимаю войти в воду. А, баллон нужно, наверное, надеть. Я даун. Много времени я не потерял. По крайней мере. Для вас это вообще вот так вот произошло. А еще я вспомнил про шорткат, когда возвращался назад. Он вот здесь. Тут сейчас дед сидит. Может с ним стереть. Что? Что ты сказал? Я принес тебе фотографию дороги. Дорога домой. Ну и чушь. Скорее, дорога безумия. Блядь, что там опять чертега-бома? Сейчас так мокрецом очень гром. Индуидное кресло. Многим у меня война отняла. А свиней дом. Это уже те сукины свины. Ну, это все понятно. Будь здоров, дед. Так. Но все-таки... Есть у меня, блядь, твердое, нахуй, ощущение. Может еще раз пробовать с деревом стереть. Говорящее дерево. Осмотреть, осмотреть, осмотреть. Осмотреть, осмотреть. Осмотреть. Говорить оно не собирается со мной. Осмотреть. Вы у нас все забрали. Кричит старик, у которого из-под тесно сбитых тел торчат только макушка и плечо. Украли, воры, сукины дети. Рядом со стариком болтается из сторон в сторону голова женщины и повторяет. Мы были голодны. Мы были голодны. Другая фигура прячет лицо под огромным корнем и слошно лопит. Тихо, тихо, мать твою. Оставьте нас в покое. Замолчите. Вмешивается висящий возле него мужчина с упущенными кишками. Это была наша общая, общая еда. Вы ее украли. Высокого крона для фигуры, висящей лицом к лицу и сразившись со стволом, руками и ногами, пытаются загрызть друг друга. Я замечаю улыбающийся ричико, поглядывающий на меня из громады спящих, сбитых в одно целое голову. Не обращая внимания на окружающий хаос, но молча с любопытным уважением ко мне присматривается. Совсем рядом здоровяк спокойно мурлычет себе под нос какую-то мелодию. Голыбельное сливается с шумом царящим вокруг дерева. Я замечаю улыбающийся ричико. Совсем рядом здорово. Не дается рассуждать скорой прикольнения в страшном шуме, исходящем откуда-то из этой его всего нас забрали, украли. Или там стряпом, ухали голодно. Висящий мужчина. Уйти. Блядь, неплохо. Нет, почему-то кажется, что именно вот этот подвал мне нужен. Поэтому я пойду в него. Хотя, может, они ведут одно и то же место. Все-таки два подвала. Одна деревня, одна система. И выглядят они одинаково. Вообще полностью одинаково они выглядят. Ну что, парни, айда. Я могу сейчас, интересно, так просто зайти? Да, могу. Дурно. Это приход? Я ловлю приход. Давненько у меня такого не было. Оу, бейт. Это самое главное сейчас проверить. Одну секунду. Работает как надо. Просто я давненько не записывал через пробу и менял гнезда в микрофон. Но он мог просто вот не записаться. Но, слава богу, сейчас все хорошо. Это я в подвале уже? Я плыву? Тут куча сундуков, тайников. Я вижу дверь. Дверь. А, ну а наверху че, ничего? Да, это приход. У меня ничего нет. Дверь захлопнули за мной. Я вернулся. В точно такой же проход. Куча всего. Куча ящиков. Надо попробовать полутать все. Может быть один я смогу таки зацепить? Я пока, видимо, не могу. Ни один из них. Блядь, ну отсюда нет выхода. Я сейчас пойду и опять верну. А, тут закрыто. На этот раз. А назад, если пойти. Назад тоже не пускаю. Черт возьми, что я должен делать? Нет шанса. О, я могу двигать фигню какую-то. Эта дверь дальше не открывается. Эти ящики, никак с ними не взаимодействуешься. Они все закрыты. У меня нет ничего, что могло бы мне помочь. Ебать, неужели я застряну здесь? Крайние сундуки тоже не работают. Может тут есть что-то, чего я не вижу? Угу. Да, действительно есть. Да вы чё? О, ебать, труп лежит. Нихуя себе новости. Чё в теле? Вы, собственно, кто это? Корова, блядь? Или это мужчина или женщина? Я не знаю. Мне стрёмно, пиздец. Открой. Да, я скоро открою, не переживайте. Прошу, открой. Я открою скоро. Подождите, я всё-таки, блядь, осмотрю. Я не могу сейчас это сделать. Я хочу домой. Домой нельзя. Блядь, я не хочу открывать эту дверь. Ладно, я открываю. Опа. Что это? А это что? Кости, блядь. Это... Это всё кости. Кругом ебаные кости. А что это за хуйня лежит? Это туша коровы, блядь. Без головы. Ещё ящики. Это гробы? Это гробы? Воняющая хуйня. Тут можно уйти вниз и направо. Чё справа? Просто туннель начинается какой-то. Опа. Нельзя взять. Стук нихуя не добрый. Туннель становится всё дальше и дальше. А корова разлагается. Кто-то был здесь. Мы перемещаемся во времени. Помните, вылежала корова? Теперь корова начала разлагаться, блядь. А человек копает туннель отсюда. Это всё одна и та же комната в разные периоды времени. И что в итоге, блядь? Чувствую, когда я пойду назад, меня там нахуй встретят что-то. Я нихуя не могу найти. А туннель... А туннель... Туннель раскопан. Труп. Корни. Ебать, ещё какая-то хуйня. У меня ещё люди. Люди, блядь, лежащие. Это... Это дерево. Я подхожу к дереву. Я иду, сука, по телам. Людей. О, это взрывающиеся, пацаны. Может, не в обратную сторону? Я уже подумал развернуться. Вроде виду пока идётся. Я не могу использовать обилки. Хуёво быть мной тогда. Тупик. Я припиздил в тупик. И тут тупик. Шо ж, джентльмены. Кажется, я довыёбывался. О, блядь. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ёбаная ты хуйня. Не трогай, блядь. Нет, 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 нет. Она у кругом, она везде. Вот тут можно ещё подышать. Блядь. О, это кошмар. Бля, я мансил до талого. Я вылез где-то. Вы не поверите, я не думаю, что эти грёбаные корни будут тут без охраны. Я даже на это не надеюсь. О, мы вышли, мы вылезли с той стороны. На эту херню лучше не смотреть. О, боже. Ой, господи. Спасибо. Здоровья пожелал. Мысленно. О, факел, чтобы сжечь корни. А я беспокоился. О, это же то самое место, которое было введение. Вентиль заржавел, но вроде ещё работает. Судя по запаху, внутри бензин. О, открыть вентиль. Я хватаюсь за него все силы, пробую открутить. Незапно вентиль ломается. Систер начинает литься бензин, он медленно стекает вниз по протренному туннелю. О, он покатился. Это то место, которое было введение. В тупик в туннеле прорыли корни. Баррикада, смотрите. Импровизированная баррикада, блокирующая дверь в подвал. Кто-то, сука, пытался прокопать, блядь, под этим деревом, но нихуя у него в итоге не вышло. О, а вон, собственно, какая-то штука, с которой можно пойти побазарить, наверное, да? Это то, наверное, по-другому. Его прорыли люди. Прорыли люди неаккуратно и в спешке. Чудо мне обвалилось. Что это за... Это сердце. Это сердце дерева. Я не могу сюда попасть. А то я смогу это поджечь сейчас. Ребят, ну что я могу сказать? Махмуд, поджигай. И побежали. Да. Почему нет? Ну, с богом. Как там дела? О, нормально дела. Ой, хорошо. Ой. Как заполыхало-то. Классно. Боже ж ты мой. Обращайтесь просто. Тупо обращайтесь. Ладно, я думаю, пора отсюда потихоньку съебывать. А то мало ли что может произойти здесь. Интересно, какой смысл в этом заполнике? Я хочу домой. 11.48. Господи, блаженство. По времени просто блаженство. Он полыхает прекрасно все. Так. Вот я там. А, нет, не там. Интересно. Громадное дерево горит. На дерево так просто к нему не поддается. Громадные ветви вызываются. Просто под этим шим закрутком от него оставим столько пепела. Бля, красота. Слышь, дед. Я сделал, как ты просил. Суть не потерпишь, а завтра отъедешь в одиночестве, как и хотел. Калепо говорит. Старик, экзонализированный, смотрится с моими глазами в гробное пламя, охватившее дерево. Сейчас он будто бы отчетливо все видит. Оранжевый свет падает. Для него неподвижное, спокойное лицо. Нет проблем, дед. Если что, обращайся. Я думаю, ты мне хоть что-то дашь за это. Ну, ты знаешь, мне самому понравилось чертовски. Время 12.10. Большое озеро. Успеем ли мы туда сходить? Да, конечно. Сейчас избавимся от всякого отстоя. Ай, блядь. Вот видите как. В, значит, вендетта. Ну, сейчас придем домой, попьем водички и все пройдет. А я уже открывал оба этих тайника? Отмычки-то есть. Обыскать, да? А второй? Камапья по лицу. Тоже. Люблю я сжечь дерево. Хотя одно лицо там уважительно на меня смотрело. Но, как говорил герой постала, я ни о чем не жалею. Так, тут все в порядке. Минус бенз. Минус спички. Баллоны ставим. Минус молотовый. Охотничьи ружи тоже возьму. Все-таки мало ли что. И минус еще один бенз. Все, нормально. Сейчас. Из колодца отопьем. Еще можно к туннелям сходить. Ямы. Если я не затоплен, то мне как раз баллон пригодится. Наполнять я его по-новой не собираюсь. Блин, у меня поросла основная часть с таким говном. Но это меня уже тоже слабо волнует. Тут я вскрывал? Интересно. Нет, не вскрывал еще. Патроны есть? Отлично. Отлично. Отлично броня. Ебанки. Таблетки. И осталось только тряпки. Новая броня. Это всегда хорошо. Тем более, когда старая, уже подысхудалась. Фонарь надо снять. Видите, немножко я отвлечен. Хожу, свечусь, как новогодняя елка. О, а нет, это всего лишь грибы. Это, блин, и есть большое озеро. Там какая-то дичь. Наверху дом на болотах со слониками. Тут я определенно был. Нет, не был. Руины. Шкафами все за это самое. Я могу тут открыть или там, типа, что-то подпирает дверь. Да. Два газовых баллона. А, ну так это. Пау. А, да? Все настолько плохо. Тогда ладно. Может быть, дверь надо было? Надо было перетащить эти баллоны под дверь и бахнуть. Я думал, стена вылетит нахуй этого старого гнилого дома. Но, наверное, надо... Оу. Альфа-пес. Альфа-пес. Что насчет? От топора отъехать. Нахуй пошел. Альфа-пес. Альфа-пес. Совсем не единственный в мире в этих ебучих лесах альфа-пес. Блин, я бы тут до четырех не позже. Потому что потом уже поработать и домой опять этими озерами. Грибник, блядь, встает. А, это хуйня. Грибник, блядь. Альфа-пес. Альфа-пес. Единственный в мире... Малыш-альфа-пес. Его не признали в лесу. Не совсем не единственный в мире, точнее, малыш-альфа-пес. Его не признали в лесу родном. И все его шпыняли ночью и днем. Не стоит бояться, не стоит робеть. А лучше вместе с лесом пропеть. Альфа-пес. 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 Ямик тут сидит. Очертания фигуры. Мужчина с длинными воздушными волосами весь глядит. А когда я его видел. Мои ямы. Все мои. В прошлый раз такая яма вела меня домой. Это всего одна яма. А ну? Туннель довольно широк. На тем не видно следы пальцев. Видимо, его выкупали вручную. Интересно, посмотрите, куда он идет. А, посмотрим. Домой. Что-то я давно не замечал этих ям раньше. Слушай, ну это вообще классно. Мои ямы. Не твои. О, ебать! Нихуя себе, блядь. Мои ямы. Все, понял, блядь. Твои ямы. Все, нахуй. Мои. Да-да-да. Как скажешь, блядь. Как, сука, скажешь. Наслаждайся своими, сука, ямами. Я тут так мимо погуляю. А потом домой пойду уже возвращаться. О, нет. Крокодайла! Крокодайла! Единственная в мире малыш крокодайла. Давай! Давай, сука. Ну и где же ты, блядь? А, собственно, и хуй с тобой тогда. Патрон мне совсем не лишний. Тем более в наше смутное время. Наверху хата слоников. Трупец. Наверное, умер от голода. Мистер Трупец. Опа, дорожка. По ней мы, конечно же, не пойдем. Это тупик. Тут нихуя нет. Я дошел до края. Радио-вышка, конечно, еще есть. Как вариант завершения игры. Если вдруг что-то пойдет не так. Но говорят, там сложно. Но сложности мы не боимся. А попытка, как говорится, не пытка. Ничего не... О, кто сказал? Откуда звук, блядь? Это что, нахуй? Умер от голода. Еще один тряпочник. Ладно, давай тряпки тогда. Все равно место есть. Место есть. Посмотрим, что дед. Может, когда догорит, дед что-нибудь даст. А потом на маяк-то, да? Слышь, дружок. Ям это, конечно, непременно все твои. Спору, блядь, нет. Но мне бы тоже, как бы, пройти туда. Было близко сейчас. Тут, как будто, если вот этим факелом порубать, открывается путь куда-то. Но, на самом деле, он не открывается. В лес, как лес. Так, я вам пришел. Такой звук неприятный. Сейчас опять начнется. Мои ямы, мои. Но, мужик, я, как бы, блядь, на твои ямы-то и не претендую. Мне бы просто их зануть, и все. Ну, ой, блядь. Это я случайно. Ничего мне не надо. Так, ладно. Ладно, ладно. Ай, бля. Неудачно получилось. Так, теперь ушки. Теперь ушки. Ладно, за утро вечера, как говорится, мудренее. Завтра идем на дерево, потом на маяк. Так, отмычки на месте. Патроны. Я не знаю, нужно ли мне охотничествол. Мне нужен дробовик. Вот охотничествол можно спрятать в находку. Мясо съем перед, собственно, замесом. Молотов. Не думаю, что пригодится. Таблетосы здесь. Пистолет здесь. Новая броня мне нужна. Новая броня. Новая броня лучше старых двух. Так, есть. Старую броню спрячем сюда. За ненадобностью. Дальше. Факел мне не нужен. Патроны у меня есть. Дробовик одет. Пистолет одет. Таблетки хилица одеты. Запасная таблетка есть. Молотовые не пригодятся мне, скорее всего. Пусть находки полежат. Сломанная хуйня не нужна. Завтра троица продам пистолет. Туз. Да? Есть какие-то патроны, которые мне еще нужны. Так, я нашел штурмовую винтовку пока. Однозарядный дробовик. Двустолка нормальная. Баррикады нужно поставить. Вы, блять, слышали, как только тот шоу пробежал нахуй кто-то у меня дома. Вот я слышал. Вот я слышал. Кто тут нахуй бегает, блять? О, стул судьбы, блять, надо поставить еще. Главное в капкан, сука, не встрять при этом. Во, ебать. Мне даже чуть-чуть дальше, блять. Вот так все нормально, пусть стоит. Заколачиваем еще одно окно. Так, остаточный капкан под него, наверное, и поставим. Или себе под дом. Под дверь поставлю. Где остаточный капкан? Я его не вижу. У меня он уже здесь, потому что... Так, остаточный капкан мы ставим вот сюда. Рано, блять. Генератор-то не работает. И стул я рано поставил. Стул, кстати, легко отлетел. Хуево стоял. Генератор мы подрубаем. О, вот сейчас стул стоит замечательным. Так, капкашка на месте. Шкафчик номер один. Сюда. Вот так мы его подвернем. Шкафчиком номер два. Сейчас мы его закрепим. Броня пиздевенькая одета. А если снять, то не одета. Значит, броня одета. Патроны есть. Мясо сейчас захаваем. Фонарь. Стоит ли, блять? Ну, пока он не нужен, наверное. Потом, если понадобится. У меня и так одна лампа горит. Корпус пистолета вообще мне ни к чему. Завтра продам. Сторудный баллон тоже, на самом деле. Так, ну все, кажется. Еще даже я смогу золотать что-нибудь. Сейчас еще досок возьму. Еще досок. Таблетки, раз уж таблетки дополнительные, то тогда пусть будет их 3 и 3. Магазины, таблетки. Лампа. Лампу поближе поставлю. Как раз под эту, чтобы кликнуть быстро. Гвозди на заделывание, доски на заделывание. Шняга. Ножек кину, блять, если что. Все, кажется? Да. Давно я не переживал ночи. Ну, нас, я думал, можно потихоньку отъедывать. Дробовик в зубы. Папочка готов. Опять лампа там у меня горит. Вечная. Слышно, дом может полностью эту хуйню порасти, если я не буду ее истреблять, как она? Ебать. Ладно. Блять, забыл вот эти хуйни. Еф. Радио опять заработало. В, Р, Р, А, Еф, Р, 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 Рейд? Гнев? зачем зачем ты это сделал дерево спалил так нездоровая хуйня когда дерево такое а что не надо радио загорелась и бать радио померло ебать дым от него она горит блять теперь меня пытаются сжечь нихуя себе вот это блять новости ебать копать и чем не нахуй бежать теперь я же забаррикадирован но еще побегу да быстренько мне на пусть сюда света блять пусть и красного и обычного света и бать там какая-то хуйня пришла огненная походу сейчас ворвется а или на капкан тут наступил долбится блять сверху вот здесь но вроде огонь там остановился я уже блять пути отхода думал баррикаду снимать выходить на улицу хватит ему на выглядеть перезарядим пока суд это дело пистолет на самом деле отречет нервиси для мяса прошло мясо я рано съел на еще есть закричать я могу все видеть стать невидимкой и вылечиться от ламп которые блять не работают как это нахуй не грустно так это хуйня почти зашла щепки через стену здесь нам бы хватит на всю ночь кто там красным кислотным цветы я ничего не распредел не вижу так ладно что это за залупа блять лезет я первый раз слышу такие нахуй звуки пытается блять зайти а вот хуй тебе ебать да говорю хуй тебе да иди нахуй блять не удержать что это за хуйня блять что там такое ебать тебя сраку охуеть это горящий челики блять перезаряжай быстрее крик хамелеон что блять крик нахуй нахуй от меня нахуй пистолеты пистолет точно будет лучше горящий челики вы сильно сильные бля ну такие не пистолет точно попиже ебать идите просто нахуй блять я я невидимый нахуй хамелеон они видят меня я не могу ничего перезарядить блять таблетка блять съешь ее нахуй съешь таблетку блять любой ценой сука съешь ее нахуй где день о боже блять ёбаный свет нахуй как они меня заблочили репутация троица увеличилась блять вот он сука корпус пистолета нахуй пизда о вон не пришли неплохо блять пизда рулю этот заблочил видите маленькое расстояние маленькое это не всегда хорошо записка лежит зацените записка я могу разобрать только некоторые слова оболочка вязкая слизь свет восемь четыре сто семьдесят два я не буду у меня но нахуй 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 проход можно отремонтировать ладно тушим свет сушим ветру и Продолжение следует...